Создавая проект фотокниги, необходимо сделать папку «Моя первая фотокнига», вложить туда 30-40 лучших фотографий вашего проекта, создать док-файл, куда могут войти тексты фотокниги. И если вы студент Киевской школы фотографии, то в эту же папку я посоветую вам скачать шаблон обложки, шаблон разворота и рекламку «Цифролаб» для темного или светлого фона. Вот так она выглядит. Реклама располагается на спинку обложки, и это делает печать вашей фотокниги первой бесплатно. На сайте печатника следует пройти регистрацию. После чего перейти в раздел «Фотокниги», выбрать определенный формат и тип книги, и увидеть большое количество различных технических требований. Но нас будет интересовать формат файла, это JPEG с максимальным качеством на 300 точек. И также нас будут интересовать габариты разворота обложки и разворотов страниц в пикселях. Скопируем ширину разворота, перейдем на сайт Canva, зарегистрируемся, нажмем на «Создать новый дизайн», выберем «Настраиваемый дизайн», в это поле положим ширину, скопируем высоту в пикселях, и положим в соседнее поле. Подтвердим создание нового дизайна. Вот габарит нашего разворота. Можем переименовать этот проект на 23х23 см SlimBook, дать новое название этому проекту. И в это поле мы сможем помещать наши фотографии. Загрузим несколько фотографий из папки с лучшими фотопроекта. Я буду загружать не все, а только рекламу, шаблоны и несколько лучших фотографий, чтобы наш ролик был не очень длинным. Зажав «Контрол», можем выбрать ряд случайно стоящих фотографий. Вот происходит загрузка. Все новые фотографии попадают в раздел «Фото». И теперь достаточно сделать клик, длинный клик на фотографии и потащить ее на поле, чтобы она вписалась в размер нашего габарита. Мы можем добавить новую страницу. Удалим скопированное поле. Двойной клик и «Делит» мы нажали. Для каждого разворота мы можем выбрать множество интересных фонов или вместо фона поставить шаблон разворота, который мы закачали, что позволит нам быть стильными от разворота к развороту. Мы можем отцентровать фотографию. Кликнем на расположение и выберем расположение по центру, по вертикали. Еще раз повторю. Вот сдвинулась фотография. Тоже расположу ее по центру. И мне хотелось бы сдвинуть несколько внутреннее содержимое рамки. Рамку можно откадрировать, сделать двойной клик по фотографии. Мы провалимся вовнутрь рамки и сможем стрелочками влево-вправо с клавиатурой или мышкой сдвигать изображение. Добавим еще одну страницу. Пусть это будет... Теперь уже фотография. Эта фотография на вылет. Мы дотягиваем до краев. По 3 мм с каждой стороны, кроме внутренней, будет отрезано ножом во время, после печати. И я добавлю текст на эту страницу. Скопирую заранее подготовленные тексты. Кликну на текст. Выберу интересный для себя шрифт. Стащу текстовую рамку с примерным текстом. В рамке нашего макета поудаляю лишние текстовые рамочки. Задам новый размер кегля. И заменю этот текст на скопированный. Вы можете поменять выключку текста. Лучше, чтобы линия выключки подчеркивала срез фотографии в макете. В данном случае выключка по правому краю. Для текста мы можем поменять цвет и другие параметры текста. Хорошо, когда текст является объектом вторичного просмотра. То есть, лучше помещать его в нижнюю часть макета и делать небольшим. Таким образом, необходимо сформировать 10 разворотов, после чего эти развороты можно будет скачать. Мы поменяем формат файла PNG на JPEG высокого качества. Я рекомендую вам скачивать не все страницы одновременно. У этого сайта это занимает долгое время. А скачать постранично. первую, вторую, третью и остальные семь страниц. Выскочила реклама. Мы ее закроем. Пойдем в папку с загрузками и увидим, что эта страница называется так же, как наш проект. А нам необходимо поменять название этого файла на 0.1. Следующий разворот, который мы скачаем, будет называться точно так же при скачивании, но мы поменяем его название на 0.2. Точно таким же образом мы создадим новый дизайн для обложки. Там размеры в пикселях будут совершенно другие, поскольку обложка значительно больше, чем габариты разворота. этот файл будет называться 0.2. И так 10 раз. Я делал экспорт всех разворотов поштучно, выбирал JPEG, выбирал определенную страницу и подтверждал экспорт, поскольку еще раз подчеркну, что пакет готовится очень долго, а иногда пакетное экспортирование срывается. Вот эти 5 файлов, пусть пока будет 5, их должно будет здесь быть 10, а 11 файлом должна быть обложка. Возвращаемся на сайт печатника, выбираем пиксельные размеры обложки, создаем новый дизайн, помещаем размеры ширины здесь, а высоты Ctrl-C, Ctrl-V создается новый пустой дизайн. поначалу я поставлю на фон шаблон, который мы скачали с сайта, для того, чтобы знать, где проходит корешок фотокниги. И сразу помещу на спинку фотокниги рекламу, она должна быть примерно 1 третьей, мы так договорились с нашим печатником, а на обложку какое-нибудь красивое изображение. возьмем за узелок, растянем размеры изображения, двойной клик позволяет попасть вовнутрь рамы с фотографией, это позволит нам сдвигать фотографию, находящуюся внутри, можно сдвигать мышкой, можно пользоваться стрелками с клавиатуры вверх-вниз, влево-вправо, подвинем фотографию к торцу книжки, еще раз сдвинем наше изображение, это фотография с мастер-класса Александра Тетричука «Линии грации и красоты», и на обложку было бы уместно поместить название фотокниги, пойдем в «Инструменты текст», выберем какой-нибудь шаблон текста, удалим ненужный текст, клик на поле обнуляет выделение, клик на раму с текстом выделяет текст, двойной клик на раму позволяет нам провалиться к тексту и редактировать текст. Я выделяю весь текст, меняю кегль размер текста. Также я могу сдвинуть эту рамку с текстом, поменять ее размеры, поменять цвет букв, вот это все, что можно выбрать в этом шаблоне. можно менять расстояние между буквами, строчное прописное начертание, давать им толстое начертание болт и выключку текста тоже можно поменять. когда мы подходим к рамке с текстом курсор меняется на крестик, это значит, что мы можем рамку двигать. Сдвигая текст, время от времени появляются розовые направляющие, подложку мы можем уже убрать и выбрать какой-нибудь красивый фон, просто кликнув на нем два раза. обложка готова и мы можем ее скачать. На экспорт одного разворота у этого сайта уходит примерно две минуты. Наша обложка будет называться как угодно, но мы должны зайти в папку download загрузки и переименовать этот jpeg на английское cover. Двойной клик на название файла позволяет мне провалиться в текстовое поле и поменять название файла. Теперь мы можем перейти на сайт печатника, нажать на кнопку новый заказ, выбрать книгу slimbook формата 23х23, количество разворотов 10 и перейти к загрузке изображений. Выбираем наши 11 файлов, у меня неправильно, всего 6, и они загружаются в правильные рамы, после чего можно будет пройти дальше, нажав на кнопку перейти к оформлению заказа.